Малый и средний бизнес получат отсрочку до конца года по выплате налогов. Такое решение приняли федеральные власти. Это поможет предпринимателям снизить свои издержки и остаться на плаву во время пандемии коронавируса. Эксперты считают эти шаги правильными, учитывая, что только в Тверской области тысячи фирм не смогли пережить первую волну COVID-19. Руководитель региональной торгово-промышленной палаты Владислав Шориков с сожалением перечитывает последние данные о количестве субъектов малого и среднего бизнеса в Тверской области. Арифметика не радует. За время пандемии коронавируса их стало заметно меньше. 45 тысяч 100 приблизительно 50 субъектов. Ну, соответственно, у нас было 47 600 с лишним. Вот на вот эти две с половиной тысячи и сократилось. В этой связи налоговые каникулы, продленные федеральными властями до конца года, это нужная мера. Она поможет предпринимателям снизить свои издержки, уверены эксперты. Напомним, что речь идет в первую очередь об отраслях, которые сильнее всего пострадали от локдауна. Гостиничный бизнес, сфера культура и туризма, развлечений, спортивных мероприятий, общепит, организаторы конференций и выставок. Малый и средний бизнес нуждается в помощи. Безусловно, нуждается в помощи, потому что это те отрасли, которые непосредственно имеются при красовине к людям. Это понимают все. Это понимают и в нашем правительстве в том числе, и это понимают и на региональном уровне. Между тем, нельзя исключать и полного локдауна. В частности, на такой шаг пошли власти Бурятии. Однако эксперты считают, что такие меры окончательно добьют малый и средний бизнес. К тому же, никто до сих пор не располагает цифрами, сколько людей уберег от заражения коронавирусом весенний карантин. Вот можно привести этот пример? Далеко не всегда это бывает. И зависимость не прямая. Вот скорее, соблюдение санитарных норм – это более ответственная мера, чем закрыть все, что под руку попалось, и потом сказать, что мы боролись как могли. И вообще, в Тверской области вряд ли возможен бурятский вариант. Наш регион находится в верхней части списка субъектов, власти которых наиболее грамотно отреагировали на пандемию коронавируса. Когда был первый этап развития коронавируса, это весной, то так тщательно была обдумана, продумана программа, какие предприятия ограничат, какие закрыты, каким разрешат работать, что, в принципе, наша экономика не так сильно и пострадала. А в некоторых направлениях даже и выиграла. Среди таких отраслей – строительство, промышленность и сельское хозяйство. Благодаря грамотным шагам региональных властей, там удалось привлечь инвесторов, а также ввести в эксплуатацию целый ряд крупных агропромышленных объектов.